Девушки отдыхают То есть можно даже без гермо написать Экологично, в плане того, чтобы не множить вещи, лучше переделывать уже то, что уже есть Вот можно переделывать это ремейт и ресайкл, это когда, сейчас, кстати, очень даже крупные компании, они, те поношенные вещи, которые люди у них покупают, они отзывают, ну, когда уже все сносил, принимают в своих магазинах, там, Уникло, HM, они перерабатывают это все, ну, как бы, и сделают из этого новое То есть это вообще ресайкл Зачем, да, зачем, там, хлопки, все-все-все, то, что у нас, то, что мы любим на земле, зачем это вновь и вновь, да, использовать, если можно, точнее, да, вновь и вновь использовать, но новое не множить Вот так, такой вот вариант, мне интересно, вот такая система, работает ли в Украине по поводу приема этих вещей? Нет, я, честно говоря, не знаю, да, это такие монстры, и, в принципе, если там это стало уже популярно, и даже вот если у вас на бирке написано, что это ресайкл, то, значит, ты, как бы, член этой комьюнити, и ты, вот, крутой У нас, я думаю, что нет еще такого У нас есть такая возможность Да, у нас есть другая штука, у нас есть ремейт То есть дома, дома самостоятельно Дома самостоятельно, и такая штука, когда вот в ателье люди или вот сами в ателье скупают какие-то классные вот сейчас очень джинсовые куртки, косухи модные В каких-то воинторгах, там, стоки у бабушек, секунды, да, вот все, все, что как бы у бабушек каких-то, это все покупается, там какие-то нашивки покупаются, и все это настолько вот переделывается, что вещь, которая была просто старая, там, или раньше просто обычная Я, если честно, несколько раз видел такие вот переработанные платья, скажем так, с такой фигурой на более утонченных Это перешивки, я бы сказала, да, а вот то, они же даже, бывает, расписываются как-то Вот украшаются какими-то, вот я говорю, нашивками Я предлагаю сейчас нашим телезрителям увидеть несколько вариантов этих фотографий, того, что вы подготовили, что можно сделать, из чего это можно делать, с каких вещей, прокомментировать это все Да, вообще вариантов куча, но это джинсы Джинсы у вас потерлись, порвались колени, вы можете заменить любыми Да, у вас были какие-то одни джинсы, другие, это все, что там Это кружевные, в майку вставили кружева, то есть если у вас была майка, да, все вместе, джинсовая куртка Налепили все, что у вас было дома и совершенно спокойно идете, вы экстрамодные Так, есть, смотрим еще, что за варианты у нас есть, что можно перерабатывать Это, окажется, те же куртки Скажем так, если где-то попали на собак, они вас подрали, можно все это заклеить Вообще, если попали на собак, они вас подрали, это уже модная куртка Вот здесь вот разрезаем рубашки вообще, я смотрю, и делаем из этого Это как, часто из... Вот из рубашки, мы тоже будем делать из рубашки, да, да, будем разрезать Можно из мужской вещи сделать женскую, например, тоже совершенно Детскую, любую Детскую, вот детские штаны и стрикотажные кофты И стрикотажные кофты вообще все Гамашки Шапки, штаны, варежки, сумки, да, вообще все Так, все, теперь свои свитера надо возвращать обратно Так, есть, ну что ж, а я предлагаю тогда перейти уже к делу Если мы сегодня тоже попробуем что-то сделать Друзья, вы тоже поднимайте пятую точку с дивана Берите ножницы в руки И что еще нам нужно? Берите себя в руки Булавки, нитки, иголки Снимайте с себя то, что сейчас на вас, мы будем это резать Да, я думаю, что все перебирают к лету какие-то свои одежды Вот прошлый сезон, а ты думай, там, например, что-то я не буду уже носить Вот А если есть такие, как я, которые уже выбросили и отдали Ладно, будем ждать до следующего Идите с этой штук Забирайте, забирайте У нас есть детское платье, оно, получается, из папиной рубашки Из папиной рубашки мы будем делать детское платье Ну, правильно, папу раздели, дочку раздели Это катончик, да, папе уже рубашка не нужна Может, где-то она потерлась, может быть, она просто там надоела и всякое такое Вот, ребенок нам тоже, в принципе, не нужен Нужно платье, которое на него подходит Я специально взяла срезом платье Для того, чтобы этот рез перенести сразу же сюда В общем, приступим Это очень легко, мы не будем это все сшивать Но покажем принцип Ну, покажем принцип, да Мы просто укладываем приблизительно там, где горловина Обмиловываем мелком Где у нас находятся проймы Вообще, это очень даже... Делаем выкройку Да, да, делаем выкройку, как Остап Бендер, помните, рисовал, когда просто по тени Так и мы, то же самое Мы могли бы ребенка положить сюда и обрисовать Сейчас нас поймут коллеги из полиции Да Они тоже иногда обрисовывают Обрисовывают Но в более грустных случаях Я вот приблизительно обрисовала И получилось так, что тут вот дальше карманы Могут чуть-чуть больше берем Так, чтобы... Карманы можно отвороть вообще, да Ну, в принципе, их можно оставить, если прям это так вот... Если папа не успел их заиложить, эти карманы Интересно Папа ничего туда не положил, надо проверить Так, есть Так, вот мы вот так вот Сюда спускаем Что делать с воротником? С воротником его вообще можно оставлять Можно оставить Да А можно просто вот так вот отрезать по горловине Даже вот не отпротив, а просто отрезать Зачем? Сейчас можно все оторвать, отодрать Последние журналы, смотришь платье, там те же ВОК Ну тут, конечно, кажется, что... Оторвано Надо куда-то деть этот карман, но его вот так Мне кажется, просто экономят на нитках Может быть И на обработке Так, есть вот такой вариант Теперь главное правильно это все обрезать и вырезать Да Сейчас вот тут чуть-чуть То есть даем еще запасы, правильно? Да Даем запасы на припуске, это потом нам надо будет обработать В общем-то, пытаемся... Весьма аккуратненько это сделать Весьма аккуратненько, но, знаете, так вот Подходят творчески совершенно к этому Творческих хаосов Идиапа новым, да, трендом потертости, необработанности Просто, ну, нам же будет неинтересно, если там особо что-то отмерять Раз все подумают, это скукотища, это не мое, это я такого не знаю, не умею И это долго, терпения не хватает обычно на это Нам надо же побыстрее все почикать Поэтому Если это вечером, нарвайте себе бокальчик вина Приглашайте подруг И режьте И режьте И режьте свои вещи Есть Магия, просто-таки магия разрезания Боже, я в детстве такое тоже любил делать, портить чужие вещи Оказывается, это целое мастерство Вот у нас получилось так, что вот верхушечка Вот она у нас с воротником Мы можем этот воротник убрать, конечно Потому что он довольно большой для ребенка Я сейчас не буду его срезать Будет точно, что с папой сняли Но может быть оставить оверсайз такой, который на тоненькой шейке будет такой большой Смотря на сколько лет ребенка Но опять-таки, сколько лет ребенка, если это для ребенка Если это делать для уже человечка 12-13, либо для взрослого человечка, то можно и оставить Ну, конечно, папин воротник, смотрю, какая у папы шея Какой папа? Что зависит от вашего папы И вообще, все остальное очень просто Рукава, если мы хотим здесь рукава, то мы можем точно так же маленькие их вырезать Приблизительно отмеряем просто вот эту вот пройму И вот сюда вот наносим Мы тоже не будем это резать, это не так интересно Вот, вот это вот сшиваем Рукава пришиваем, можем рукава не пришивать Вот это у нас юбка, которую мы просто собираем Вот Саша сейчас накалывает ее Чтобы показать Мы ее на вот это вот расстояние просто собираем Как интересно происходит со сбором Да Вот Угу Получается все очень быстро Я сейчас на начале думаю, вариант того, что нижнюю часть мы будем комбинировать с верхней этой частью Что тоже есть вариант, да? Да, можно вообще взять, например, если это была какая-то футболка И, например, рубашка, то делаю так, верхушку футболку берет, а не с рубашки И у вас уже комбинированная вот тут как будто футболочка, здесь рубашечка Еще моднее, еще круче Если красиво это футболка Хватило бы вам фантазии, можно сделать что угодно Да, 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 давай Подожди, пожалуйста Вот эти припуски у нас уходят Угу Это вот эти вот такие вот штучки, куда мы можем ремешочек здесь Я понял В общем, да, вот вариант очень быстрый То есть вот вам вариант Это похоже на платье, да? Да, круто на самом деле Даже вот так вот Воротник сейчас чуть-чуть еще выдает Да, вот воротник убираем Я могу его срезать, если хотите Давайте попробуем уже финально добьем Давайте, давайте То есть вот такой вариант с воротником Я просто покажу, что это возможно Да, теперь сделаем Его можно удалить Это правда, это быстро Еще раз Плюс дадим возможность почикать Максимально Да, почикать это Это мы его всегда Это любимое Любимое делали, да? Да, да Чикнуть Так, есть Видите, мы даже тут 7 раз не отмеряем У меня на шее висит Для вида Для солидности Для солидности, да? Да, вообще даже ничего не отмеряем Я же говорю, как Остап Бендер В общем, бирки снимаем Вот получилось Абсолютная красота А воротник можете использовать Как накладные детали Которые сейчас, в принципе, часто Какие-то блудские рубашки Если, конечно, он не отжил свое Да Потому что воротник это то, что Затирается первое Да, поэтому, в общем-то Бывает, что рубашку мы выкидываем Из-за того, что воротник уже все Убит Убит Накладные ворочки до сих пор в моде Вот у вас еще одна деталь Вашего нового гардероба Из тех остатков, которые у нас еще остались Что из них можно сейчас сделать? Это или рукава Да, рукава Или оборочки можно порезать просто полосочки Где-то что-то присобирать То есть этот материал тоже можно использовать максимально Конечно, конечно Можно все использовать Так что, друзья, все Да, абсолютно стопроцентно все используем Без отбрасывания чего-либо Да, и посмотрите, делать в принципе Низы уже есть В общем, это три каких-то кузла Планки готовы Да, все готово Ничего много делаем Осталось только прошить Да Но внешки уже есть Спасибо вам, ребят, большое Реально очень круто Буквально за 5 минут Получилось вот еще одна платочка В комплект к этому Нагадую еще раз, что вы сегодня Спілкувалися стосовно переробки одягу Та, взагалі, створения из ничего, что-то Из дизайнерами одягу Оленой Кравченко Та Олександром Ерофеевым Дякую вам И вам спасибо За то, что заветались сегодня в нашу студию Как всегда позитивно